МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основными функциями антикоррупционного бюро станут досудебное расследование соответствующих правонарушений и проведение оперативно-розыскных мероприятий. В Уэльсе начался двухдневный саммит НАТО, один из крупнейших в истории организации. На нем будут обсуждать углубление партнерства Киева-Альянса, а также помощь Украине со стороны членов блока. В совещании примут участие главы государства и правительства 28 стран Альянса, а также высокопоставленные чиновники ООН и Евросоюза. Украинскую делегацию на саммите возглавляет президент Петр Порошенко. Великая Британия, Ньюбор. Здесь Петр Порошенко встретился с Бараком Обамой, Франсуа Аландом, Дэвидом Кэмероном и Матео Ренци. Западные лидеры заверили украинского президента в поддержке территориальной целостности нашей страны. Это только одно из мероприятий, в котором участвует президент Украины в рамках саммита НАТО. В Уэльсе у украинского лидера насыщенная программа. Он примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО, а также во встрече глав государств и правительств стран-участников международного войскового контингента ИСАФ. В уникальном формате запланированы встречи Петра Порошенко с Бараком Обамой, Дэвидом Кэмероном, Ангелой Меркель, Франсуа Аландом, Матео Ренци. Также пройдут двусторонние встречи, в том числе с лидерами Канады, Польши, Литвы, Испании, Норвегии, Швейцарии и Турции. Повестка дня саммита почти полностью посвящена ситуации в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Мы живем в очень сложном и опасном мире. Мы видим шокирующие действия России на востоке Украины. И в этой ситуации Альянс просто обязан играть ключевую роль в обеспечении коллективной безопасности. Видим ужасные сцены в Сирии и Ираке. Так называемый исландский халифат и эту отвратительную жестокость, с которой казнили американского заложника. Вот о чем мы будем говорить в ближайшие два дня. При этом Альянс обещает не оставить Украину наедине с агрессором. Блок приветствует решение кризиса в Украине путем дипломатии. В частности, мирный план Петра Порошенко. На саммите НАТО рассмотрят вопросы усиления партнерства с Украиной. Заявил генеральный секретарь организации. Конкретные шаги будут обсуждаться во время встречи Петра Порошенко и Андерса Фо Грасмусена. Главная проблема в том, что со стороны россиян нет искренней заинтересованности в прекращении огня. Они хотят и дальше дестабилизировать ситуацию в Украине. Поэтому со своей стороны мы будем призывать Москву убрать войска от украинской границы, остановить поток вооружения и наемников в Украину, а также прекратить поддерживать вооруженных сепаратистов и, наконец, начать конструктивный политический диалог. В ответ на агрессию России в Украине Альянс для защиты стран Восточной Европы планирует создать силы быстрого реагирования НАТО численностью в несколько тысяч человек. Ожидается, что это решение будет одобрено именно в течение ближайших двух дней. По итогам саммита, вероятнее всего, будет принят ряд важных решений. Как пишет влиятельная западная пресса, Владимир Путин впервые за много лет дал странам НАТО то, что необходимо всем союзникам, общую угрозу. Возродив призраки Советского Союза, российский лидер вдохнул новую жизнь в Альянс. И хотя союзники вряд ли смогут решить проблемы, существующие у Запада с хозяином Кремля, но с дальнейшими шагами в ответ на агрессивную политику России они наверняка определятся. Эмилия Денежная, БТБ. В Верховной Раде проходит закрытое заседание. Парламентарии обсуждают ситуацию на юго-востоке страны. В частности, вопросы по защите и обороноспособности Украины. На заседании присутствуют руководители силовых ведомств, глава правительства и министры. Также ожидается присутствие представителей Кабмина и Нацбанка. В Верховной Раде сейчас работает наш корреспондент Наталья Пругар. Наташа, здравствуй. Удалось ли тебе узнать подробности из закрытого заседания парламента? Виктория, буквально пять минут назад спикер Александр Турчинов закрыл заседание парламента. Как стало известно со слов лидера фракции «Свобода» Олега Тягнебока, это был последний раз, когда его политсила поддержала постановление о проведении заседания в закрытом режиме. Поскольку, в частности, сегодня ничего нового и секретного, со слов депутата, не прозвучало. Олег Тягнебок отметил, что в отчетах силовиков разве что ситуацию на востоке страны уже называют не антитеррористической операцией, а военными действиями. Говорят о российских солдатах и российских танках. Поэтому планирует обращаться к президенту, чтобы он внес предложение о введении военного положения в стране. В Кулуарах поговаривают, что сегодня должны были рассматривать постановление о подставке министра обороны Валерия Гелетея, но, как сказал Олег Тягнебок, этого не было даже в повестке дня. Мы знаем, что сегодня, в частности, депутаты рассматривали постановление о создании временной следственной комиссии, о расследовании событий под Иловайском. Как сказал журналистам генпрокурор Виталий Ярема, военная академия Генштаба уже проводит военно-тактические экспертизы по этому поводу. Также сегодня генпрокурор отметил, что отчитывался о ходе расследования действий руководства Украоборонпрома, которому инкриминует уничтожение оборонной способности страны. Ну и, собственно, предлагаю послушать, что по этому поводу сказал генпрокурор. Сегодня уже оглашены подозрения, в том числе бывшему министру обороны Ежелю. Также притягивается к ответственности руководство Харьковского, Житомирского, Киевского бронетанковых заводов за разворовывание государственного имущества, военного имущества. Основное это, конечно, не наказать этих людей, а создать условия, чтобы украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса работали сегодня эффективно и предоставляли необходимую техническую военную помощь для нашего войска, чтобы оно могло охранять нашу страну. Ну и, собственно, это вся информация на сегодня из парламента Виктории. Спасибо, Наташа. Напомню, с нами на связи была наш корреспондент Наталья Пругар. Украинские войска продолжают наносить удары по боевикам и их технике. За ночь наши солдаты 22 раза вступали в бой с противником и уничтожили более 120 российских военнослужащих и террористов. Об этом сообщил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, боевые действия шли в 16 населенных пунктах, в частности, в районах Донецка, Горловке и Стокаловой Балке, Старобешево, Амвросиевке. Активность российско-террористических войск отмечается в станично-луганском районе Луганской области. В целом, зафиксировано снижение активности обстрелов со стороны оккупационной группировки российско-террористических войск, однако в то же время возросло количество огневых ударов, наносимых с территории России. Россияне с применением системы СМЕРЧ обстреляли позиции наших войск. Близ населенных пунктов Веселая гора, Валуйская, Дмитровка. Трижды открывали огонь по украинским пехотинцам возле поселка Победа. Кроме этого, с установки БМ-21 «Град» и минометов обстреляли места дислокации и блокпосты сил АТО. Вблизи Плотина, Красная Толовка, Никитина, Золотое, Дебальцево, Фащеевка, Степное. Суд взял под стражу командира батальона территориальной обороны Прикарпатье. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Дело расследуют по статьям «За отказ нести обязанности военной службы в боевой обстановке, бездействие военной власти и неповиновение Уголовного кодекса Украины». Ранее стало известно, что более 300 солдат подразделения 26 августа самовольно оставили боевые позиции в зоне АТО и отбыли к месту постоянной дислокации в Ивано-Франковскую область. Комбат Виталий Камар при этом заявил, что таким образом он пытался спасти жизни военных. Впрочем, досудебное следствие продолжается. Вчера Одесский апелляционный суд за подачей военной прокуратуры арестовал командира батальона Прикарпатье за самовольное оставление территории. И сейчас мы проводим соответственное расследование и устанавливаем обстоятельства этого криминального производства, о чем будем информировать общественность. Межведомственный центр по вопросам пленных и пропавших без вести будет создан в ближайшее время. Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко. По решению президента его создадут на уровне руководителей силовых и оборонных ведомств. Туда будет поступать вся информация о погибших или пропавших без вести военных. Кроме того, глава СБУ отметил, что он и руководители других силовых ведомств просят парламент поддержать решения, которые ранее принял глава государства. Это и усиление военно-промышленного комплекса Украины, и направление бюджетных ассигнований, прежде всего на социальную помощь, пояснил Валентин Наливайченко. В Россию из Украины возвращаются раненые военные. Это подтверждают в пресс-службе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Через погранпункты Гуково и Донецк регулярно направляются группы вооруженных лиц, а в сторону России травмированные военнослужащие. Также в ОБСЕ подтверждают обстрелы украинской территории со стороны Федерации. В частности, в течение последней недели регулярно слышны артиллерийские взрывы и перестрелки, а также обстрелы оружием легкого и тяжелого калибра с регионов, граничащих с Украиной. Министр иностранных дел Украины Павел Климкен рад решению Франции о приостановке поставок России вертолетоносца «Мистраль». Об этом он написал в своем твиттере, подчеркнув, что оно важно для восстановления мира в Европе. Накануне на заседании Комитета обороны Франции приняли решение приостановить поставку десантного корабля. Прокомментировал этот шаг и Москва. В Минобороны Федерации заявили, что не видят в нем особенной трагедии, но считают его неприятным и таким, который вносит дополнительное напряжение в отношении с Францией. На помощь украинским военным в зоне АТО отправляют разведывательные беспилотники. Эффективные, универсальные и относительно недорогие аппараты позволяют выявлять группировки противников в радиусе до 30 километров. Впрочем, вопрос не в технике, а в специалистах по управлению дронами. Их уже готовят для помощи силовикам на Донбассе. Ряды силовиков в зоне АТО в скором времени пополнят новые специалисты по управлению беспилотными разведывательными аппаратами. Страна взяла курс на подготовку высококвалифицированных бойцов. И группы специалистов по управлению такими механизмами уже готовятся к переброске в зону конфликта. По требованию времени нами были созданы различные направления. В первую очередь, это боевая подготовка. Было принято решение о создании нового направления, а именно пилотирование беспилотных аппаратов. На данный момент уже разработан спецкурс по подготовке пилотов разведывательных аппаратов. Он предполагает до 50 часов теоретического и практического обучения, но акцент сделают на применении навыков. Мы разработали специальный авторский курс, который помогает людям уверенно управлять этими аппаратами. У нас подготовка производится за счет достаточно длительных практических полетов. И человек после того, как проходит наши курсы, уверенно управляет несколькими типами летательных аппаратов. Геннадий Мазепа и подумать не мог, что его хобби – управление беспилотниками разных типов – станет профессией. Теперь он выступает не только наставником по пилотированию, но и экспертом разведки вооруженных сил. Один тип – так называемый ротная разведка с небольшим радиусом действия, радиус действия где-то до 2 километров. Следующий тип – это тяжелые коптеры, это радиус действия в районе 10 километров с временем полета где-то порядка 30-40 минут. И третий тип сейчас будет готовить людей – это так называемые летающие крылья, то есть это час, час 20 полета и радиус действия порядка 30 километров. Подобные беспилотники предназначены для корректировки артиллерийского огня, а также военной разведки, в том числе в условиях темноты. Уже вскоре их доставят в зону конфликта для практического применения во время боев с террористами. Стоимость одного аппарата от 5000 долларов. С высоты нескольких километров он позволяет различать бронетехнику, автомобили и даже людей. Специально для нашего канала Геннадий Мазепа поднял учебный гексокоптер над Майданом независимости. Обширные возможности беспилотника поражают, но в будущем его целью будет некрасивая панорама столицы, а военный фронт. Андрей Луценко, Асанаминов, БТБ. И пока на этом все. Еще увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин